Сегодня в Доме правительства обсудили итоги социально-экономического развития Чуваши в первом квартале 2015 года. За три месяца ряд обрабатывающих предприятий показали положительную динамику, однако в целом промышленности не удалось достичь уровня соответствующего периода прошлого года. Начало года характеризуется ростом объемов производства вводимого жилья, производства мяса и молока. Однако, по словам заместителя министра экономического развития Виталия Емельянова, снижение общих показателей допущено из-за сложной ситуации в концерне тракторные заводы. Если бы предприятия концерна тракторные заводы сработали хотя бы на уровне прошлого года, то индекс промышленного производства в первом квартале текущего года по расчетам составил бы порядка 103-104%. Промтрактор-вагон в январе-марте текущего года было произведено 95 вагонов, в аналогичный период прошлого года – 1006. Сокращение объемов за ООО «Промтрактор-вагон» привлекло за собой снижение производства и на «Промтрактор-промлит» на 80% сократилось производство чугуна и стали. Следует отметить, что в ближайшие месяцы ООО «Промтрактор» прогнозирует наращивание объемов производства. Имеются заказы на производство 135 единиц специальной техники на апрель текущего года и 139 единиц спецтехники на второй квартал. В первом квартале увеличили производство на Козловском заводе автофургонов, Шумерлинском заводе спецавтомобилей. На этих предприятиях стабильные заказы от Минобороны России. Рост показывают и предприятия электротехнической отрасли. В республике сделаны первые шаги на пути становления новой отрасли солнечной энергетики, как альтернатива традиционным источникам энергии. ООО «Хевел» в первом квартале выпустило 13 800 штук солнечных модулей. Это примерно 1,2 мегаватт. Причем только в марте выпуск составил 11,1 тысячи штук плана на второй квартал. Выпуск солнечных модулей до мощности общей до 100 мегаватт. Ведется работа по замещению импортной продукции. Обеспеченность контрактами на предстоящий год позволяет прогнозировать увеличение объемов. По прогнозу индекс составит до 102,5%. Министр финансов Светлана Янилина сообщила, что доходы бюджета за первый квартал составили 8,5 миллиардов, а расходы – 9,5. Михаил Игнатьев призвал министров и руководителей муниципалитетов принять самые жесткие меры по повышению доходной части бюджета, увеличить собираемость налогов. Важной задачей правительства станет контроль за погашением задолженности по заработной плате и уровнем цен на социально значимые товары. Предприятия ЖКХ Республики заканчивают отопительный сезон. За истекшее время на коммунальных объектах было зафиксировано 180 аварийных ситуаций. Но в целом в квартиры жителей Чувашии тепло поставлялось в полном объеме, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Особая озабоченность вызывает почти миллиардная задолженность за потребленный природный газ. Графики погашений подписывают, потом не выполняют одна из сторон и ряд других вопросов. И у нас рост идет. Мы говорим, обсуждаем, спорим, ругаемся. Вместо снижения идет рост. За летний период по графикам погашения, которые подписали муниципалитеты, совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, на какую сумму долга выйдем? Сначала отопительного сезона. Наша задача, я считаю, ни в коем случае не увеличить эту задолженность, а сокращать. В принципе, работа-то постоянно ведется. Еженедельно мониторим ситуацию. Естественно, не все муниципальные образования исполняют свои обязательства по уже заключенным графикам погашения задолженности. В планах правительства также подготовка будущего отопительного сезона и проведение капитального ремонта многоквартирных домов по новым правилам. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.